Реализация крупного инвестиционного проекта началась на ремонтном механическом заводе Прохладненский. Речь идет о производстве сельхозтехники и оборудования к ней. Бизнес-предложение предприятия вошло в число шести, которые включены в инвестиционный план Северокавказского федерального округа от Кабардино-Балкарии. Новая сельхозтехника и оборудование будут выпускаться совместно с польскими промышленниками. Тему продолжит наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Идеи совместного производства сельхозоборудования польская сторона заинтересовала сразу. Российский агропромышленный комплекс получил новый импульс в своем развитии. Это притягивает смежные САПК отрасли. Не заметить этого зарубежные бизнесмены не могли. Сейчас идет проработка вопроса на федеральном уровне. В части выделения госгарантий под проект. Но заводчане и сами не сидят сложа руки. Уже вышли на банк московский головной, с ними договорились. И они нам обещают, что до конца этого месяца уже начнется финансирование. Что касается польской стороны, мы с ними ведем тоже переговоры. Договорились, что до начала производства здесь, на нашей территории, мы будем брать пока комплектующие и прицепы сборку осуществлять у нас на заводе. Особое внимание специалистов привлекает производство дисков для шин различного размера сельхозмашин. Римзавод уже разработал проект по их производству. Стоит отметить, что в России такие комплектующие не выпускаются. Чаще всего их закупают на Украине. В изготовлении дисков для шин у прохладницев есть шанс стать монополистами. По текущему производству мы наконец-то заключили договор, стали поставщиками Росадролизинга через свой торговый дом. Сегодня мы получаем напрямую от них заказы. Почти полностью мы сегодня обеспечены заявками, что на июль месяц, что на август месяц. Ежемесячно почти 15-20 миллионов. Руководитель завода Сетует. Предприятию необходимы рабочие руки. Не хватает сварщиков, токарей, слесарей. Выпускаемые продукты высокого качества и найдет широкое применение в российских регионах, уверены на РМЗ. Вот они, прицепы тракторные, двухосные, самосвальные от компании «Пронор». Предназначены они для перевозки сыпучих материалов, других различных грузов, строительства, сельского хозяйства и промышленности. Грузоподъемность от 4 до 16 тонн. Высокое качество изготовления и надежные эксплуатационные характеристики именно этими принципами будут руководствоваться в своей работе прохладнические производители при выпуске аналоговых прицепов. На заводе своей конструкторой и технологией выпущен опытный экземпляр новосеялки, которая прошла испытание на одном из сельхозпредприятий прохладнического района. В массовое производство уже запущен прицеп для КАМАЗов. А это телечки для садоводов, тоже востребованы. Изготавливают здесь и авто для пожарной службы, водовозы. И самое последнее достижение заводчан – пресс-вибратор нового образца. Сконструировал его молодой специалист, выпускник Кабардино-Балкарской сельхозакадемии Арсен Кумыков. Это новая разработка нашего завода. Разработка называется «Виброплита», которая предназначена для уплотнения дорожного полотна у Министерства дорожного строительства. У нас на сегодняшний день заключен договор на поставку 10 комплектов в Воронежскую область. Кроме этого заключен договор на миление на 100 штук по всей Российской Федерации. Технические характеристики показали, что данная плита намного мобильнее, намного эффективнее, чем большие виброкатки. Уже после реализации начального этапа проекта объем производства на арензаводе превысит 1 миллиард рублей. В 2015 году по плану он должен дойти до 4 миллиардов. Бизнес-планом также предусмотрено и создание сервисного центра по обслуживанию техники. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария.